приветствую вас дорогие друзья вы как всегда на канале в гостях у елены и сегодня у нас мук банк праздничный стол я нахожусь в гостях у своей подруги зинули всем привет всем с праздником кстати поздравить мы должны всех с праздничком желаем вам всем крепкого здоровья всего всего самого наилучшего не болейте самое главное это важно потому что сейчас здоровье мне кажется каждый только об этом и говорит такая ситуация у нас жизни ну мы хотим во первых булочки булочки говорю пирог вчера который я вам выпекала выложила сегодня видео утром вот и отдельно форма получилось узи нули меньше чем моя так-то из этого рецепта у меня выходит один большой пирог а здесь получилось у меня два но это даже очень хорошо ну что ж будем землю давай покажем еще раз в экран что тут у нас получилось ну я там уже показывал но здесь тоже нужно показать посмотрите на эту булочку видите что творится слоеная шоколадно творожная начинка просто вкуснятина очень понравился всем мой пирог здесь и сыночку и девочка в гостях была всем понравился и вам советую да а я вам хотела сказать что я свою плитку газ ну вот дуковый шкаф они у тебя плита полностью газовой газовой хотела покинуть но так как леночка приехала начала печь я полюбила ее потому что так у меня как у нее не получался мне все время я вроде все сделаю так но мне почему-то можно было голову разбить говорю правду и дети говорят ну мама значит надо купить другую что вроде это было как у тети лена там сверху снизу там туда мы сюда и вот она приехала на кучу давай попробуем знаете я так рада что она приехала мы попробовали потому что теперь у меня есть шанс накормить детей пирогами нормально духовка она рассказать вот у меня вот так вот так я грудок и тут проблем то нет просто дело в том что тут у нее только 170 градусов 180 нету но мы там добираем набираем все и показала и конечно же водичку она водичка складывает то что у нее есть все эти функции обдува там то мы все думаем такого нет поэтому я подкладывала водичку но что интересно вот то я и я ленусь рассказывала куличи пику получается изумительный да не разбила голову лесу не классный и хлеб вот хлеб тоже пику тоже хлеб обалденно а вот все что касается пирогов там булочек кекс все можно разбить голову не получается а сейчас все получится так попейте с нами чайку или когда мы вас приглашаем наливайте себе кофе чаем и вас приглашаем гости я обещала что приеду к зинули и мы посидим пообщаемся да тепло уютно конечно же целенаправленность первая у меня была для того чтобы я могла отправить семена всем и уже практически всем пришли отправила кому уже пришли кому доходит и дойдут осталось еще две ходки отправить кто не дозаказал заказывайте пожалуйста семена еще есть вот поэтому кстати мы сняли замечательный домашний влог зинули там показывают как она делает капустняк щи готовит будем в обед вам покажем да да накроем на стол и и видео выйдет еще отдельно влог и плюс еще мукбанк у нас будет поскольку праздник мы решили просто отдыхать потому что скоро я домой уеду и надо подольше побыть привет вам от олечки артем приедем еще колечки съездим у ирочки мы уже были все но ирина не захотела сниматься вообще ничего так до нас мы целый день были с утра до вечера артем когда еще был зинулечка я мы просто посидели покушали поделились не захотела ну настаивать не будем так ведь каждый каждый имеет свое да право на все правда не знаю у нас еще есть две подружки классные наташа машенька обещали ко мне прийти да вот не мы а что потому что они нам дадут приедут на машину должны приехать да поэтому мы надеемся на это и между делом я кстати вот одна из них которая должна прийти она брата жена покойного моего жена и вот я наверное если бы вам было бы интересно я хотела сам поделиться то что произошло с моим братом 11 лет назад да почему расскажи давай попьем кофе а потом спокойно всем расскажем булочку тебе меня уже разломала знаете мы вчера еще ели после выпечки сын поел даже маме маме нельзя она на сахарном диабете но она тоже поела и сказал вот у нас тоже все закрыто на qr-кодом везде по магазинам особо не походишь дамы хотели поснимать но не получается так что дорогие друзья выпускай вам домашние влоги рецепты потому что скоро новый год я приеду домой конечно же рецепты пойдут как-то профессиональные здесь сегодня профессионально здесь ну костяк ну и моя да у нее все для кухни есть у нее вся посуда все 0 и молодец у меня все но такого нет я этим не занимаюсь у меня самое главное чтобы было чем детей накормить и на что как говорится это самое а у нее все то нет но у меня специально для канала да я говорю за посуда и формы поэтому крутящая-то штука если пирог торт испечь там так что сейчас приеду домой и на обязательно всем до 5 не отдыха у нее а при этом нет отдохнуть отдыха здесь не было вот она вам пусть расскажет как теперь теперь на собирается уехать вот там типа вроде хоть немножечко выдохнуто что кошечки на улицу здесь не ходят они дома им тяжело они постоянно мяукают даже кстати там вчера по моему видео есть в этом же видео она все просилась дверь на балкон она все медами вот у меня волочек на улицу ходит я очень рада а то он мне болел часто мы буквально наверно раза не ходил да ты когда прошу раз мы снимались он никогда не ходил и мы по два раза в неделю уходили ветеринара мы очень его лечили постоянно что него от того что что-то видно ему не хватало какого-то может быть витамина они же на улице и соку поедят и еще что-нибудь да а здесь а вот видно не хватало ему то что постоянно какие-то болячки в общем вот так вот капельницы уколы делали моему вот поэтому и бусина радости будет дома и леночка маленечко отдохнет от кошечка да да они замучили там они ходили у меня на улицу а здесь я постоянно мою лоток постоянно их же две вот мяучит ревут сплю в спальне у меня отдельная спальня они открывали двери даже да я же рассказывал вам что маня даже показывал по моему видео в домашнем прыгает на это и открывается дверь мама пусти мама пусти такие дела у нас да отдых как знаете что для меня было самое главное сменить место дислокации понимаете это так даже вот я пакую семена сижу зенуле занимает своим делами мне уже хорошо уже хорошо потому что не одна я поработала сели попили чайку кофе пообщались красота с друзьями здесь со всякими не каждый раз так будем встречаться правильно потому что сейчас все закрыто и не каждый захочет этого да и я не хочу особо так ведь ходить на балконе дышим да на почту мы вот ходим с фикс прайсом так у нас получилось но ничего не будем про него я просто вам уже выложила это видео затем тоже с внуками перед отъездом еще с ними под под посюсюка весь маленько потому что я у них побыла у детей потом пришла уже сюда конкретно не мешать им семенами своими баулами здесь вот зенуле говорит приезжай ко мне у меня тут свободно легко у нее трехкомнатная квартира мамочка и все а там конечно же буду я с этими баулами датьям мешать маленькие детки да конечно я с ними посюсюм усюм маркуш всем вам огромный привет передает он такой дорогие друзья большой я хотела его заснять он горит бабуль я не хочу вот ну следующий раз точно засниму его он умничка да там танюша еще ругается но она иногда разрешает иногда не разрешает просто им больно когда они что-то прочитает плохое но у меня дочка тоже не любит нигде она принципе одна из них сидит в сетях а другая сидит вообще нигде она не любит вот это все и нигде не публикует ни фотографии ничего нет фотографии то это одно на моем канале там бывает что даже ребенка просто покажешь она пишет плохое не каждая же мама это конечно и ни к чему мне самой было бы неприятно если они же посидела бы и потом что-то бы я прочитала в комментариях плохое мне кажется не только мне каждому человеку было неприятно дети дети плохими не могут быть но понимаешь и им пишут поэтому вот как то так это сенечку хотела тоже заснять тоже как бы ну ну в общем одним словом что я смогла то я вам показала возможно что то еще покажу олечка с удовольствием разрешила да еще мы приедем она кроликов покажет с артемом уже кстати капуста вчерашняя с кроликом вчера на ночь нельзя кушать но мы все равно с леной прям по две ложечки нырнули обалденно конечно тушеночка с кролика да это хорошо когда есть свое хозяйство конечно покупать не надо и на не сравнится с магазином вот этим всем ну зену давай что-то хотела рассказать рассказать чела чему бы не да мы пообщаемся я думаю вам будет есть если но если вам будет неинтересно конечно но следующий раз не буду да мне нравится зену ли рассказывать очень интересно но сейчас я не думаю если я знаю же брата что да это случай это поделиться а иногда она рассказывает историю она очень интересная захватывающие их рассказывает поэтому мне очень нравится это это просто было прямо по-настоящему все было но и брат у него умер вот начиная брат у меня умер 11 лет назад 2010 году он у меня умер до того чтобы он умер мы гуляли на день рождения у наших друзей и у хозяйки этого дома папа в общем говорит петель ну-ка дай-ка мне твою руку взяла его руку посмотрел ничего ему не сказал и говорит я слышал тебе сестра есть он гордо позови мне сюда я вошла я говорю да дядя серёж ну-ка дай-ка мне твою руку я ему тоже руку дала посмотрела и говорит мне а ты знаешь что у тебя петь и в живых нет вы знаете меня вот как будто вот пятком ошпарил мир как нет в живых я вот пить и только что от вас вышел да он здесь он с тобой он с нами но его не должно быть здесь я задумалась как так и после этого у меня погибает после этого случая что он не рассказала погибает отец ну-ка погибать был более рай да был болен и он умер в 2007 году и перед смертью конечно не знаю сказать это или не сказать отец сказал что знаешь дочка я в течение трех лет заберу с собой двоих сыновей я такая была в шоке герпак ты чего я заберу год васю и петю баня гор так умрет ну а тебя пока как не буду трогать ну конечно для меня это был шоком потому что родной отец такие вещи говорит ну было страшно конечно это все слушать и потом я пошла опять к детью серёжа в гости купила торти пошла я серёжку не посмотришь ему опять а он говорит я смотреть ничего не буду я тебе так скажу что после смерти твоего папы твой брат петя он должен пережить три года вот он у тебя умер ну вот как умрет с того числа например три года пройти это число должен перейти вот например отец умер в 2007 году 15 марта он должен был пережить эти 15 марта в 2010 году он занимался своим бизнесом занимался пластикными окнами в общем грузоперевозка в общем свой бизнес у него был и решили они в этот 7 марта разделить своим напарником по бизнесу свой бизнес разделить полом они его разделили пока не уделили естественно как обычно она мужики сидят выпили они и брата жена она что-то чувство плохое и у меня самой тоже было предчувствие звоню маша и роди петя она говорит сейчас позвоню она звонит пете поднимает трубку его партнер по бизнесу и говорит в трубку пить и нет пить и умер маша ты что совсем что ли гадай пить и трубку а он опять пить и нет пить и умер пить и был жив пить и был жив потом пить и услышал что он такие вещи говорит маша у него телефон выхватывает гатачок идиот что ли машине ягод жив-здоровать не переживай все хорошо чем дебил будет не слушай его простите конечно эти слова но именно так было сказано по телефону и буквально через пару часиков маша опять звонит она мне она ему позвонила телефон нас перебил извиняемся да буквально через несколько минут наверное маша 5 стала звонить и опять поднимает этот же партнер по бизнесу трубку и опять эти слова говорит маша мне звонит грузинка что-то как я не понимаю как какая-то реакция как странная а пить и говорит ну уже потом поднимает трубку но состояние такое как будто вот ему плохо и буквально наверное через часа полтора-два уже звонит мне маша и говорит то зина петя умер уже сама маша мне говорит я в руках умер она вот там то там то с кем он ехал с партнером по бизнесу он врезался прямо около церкви в столб и прямо насмерть водителю партнер по бизнесу ничего вообще даже не царапины а петя насмерть чем я бежала по этой улице знаете тапочки потеряла там водители которые ехали с той стороны они разворачивались и мне предлагали довести я не понимала что один меня схватил уже прямо силой посадил меня машину привез меня туда уже без тапочка была и вспоминать конечно тяжело в общем все вот это действительно я увидела что это правда и получается что у нас такие обычно были теплые отношения с братом что мы всегда друг другу каждый год делали подарки новый год день рождения 8 марта 20 чевраля мы всегда делали подарки друг другу и он до ранее мне уже купил на в то время конечно иван как раз точно только только начинался это те вот духи которые были там тысячу с лишним они казались так дорого он мне купил эти духи что-то еще в общем такую коробочку получилась так шикарно все было упаковано и он положил дом и год машине это для зенульки на 8 марта и он погибает седьмого девятого мы похоронили десятого я в чужом состоянии попала в больницу машине ко мне пришла и говорит надо город 9 дней вроде как ты как себя чувствуешь я говорю ну как говорю плохо давление было никакое она году тебе петь подарок в больницу она пришла до пришла больницу да не упустили прямо в палату прицел принесла мне петь подарок вы знаете у меня был такой шок как принесла петь подарок если петя умер и доктор увидел что у меня плохо мне стало прибежала померил давление у меня было давление 70 на 40 общем плохо все было в общем это не суть суть в том что дальше было после после этого всего я выписала с больницы я опять пошла к этому где серёжа пошла к нему а он мне и говорит а ты году мамы своей спроси почему твоего брата в этом мире должно было быть в живых а потом придешь ко мне идти дальше все расскажу я пришла домой я говорю мам я говорю а что случилось перед тем что петя родился и она мне говорит был старший сын вася и после васи был еще сын вани ему был годик и она будет момент была беременна из пети и она собралась сделать аборт например вот ночь на утро уже все надо сдала на утром должна была пойти уже на аборт и ночью вот этот братика которому годик умирают естественно на утром уже на борт не пошла потому что она занималась похоронами и на борт не пошла и так он остался брат в живых петен я когда пришла где серёжа обратно я ему говорю я нашла причину того что вы мне говорите он как мама тебе рассказала я говорю да вот причина в том что он должен был пережить тот момент перелома в жизни который я тебе говорила берегите вы хоть привяжите его дома но никуда не пускайте ну разве активного мужчину который кормить семью но он же говорил что ерунду какую-то рассказывать и во что ты веришь это ерунда и он не верил в это потому что он был такой крепкий спортсмен поэтому и он мне тогда сказал такие вещи для серёжа что в течение определенного срока лет там через три года погиб и замешано было в этом в этой смерти три человека один умирет он умрет через буквально два-три года другой чуть чуть попозже а третий там семь лет семь-восемь вот так вы знаете и вот про то что он рассказывал я знала круг его друзей которые вот ну с кем он общался я все-таки узнала кто был замешан вот в этом это было это поняла дележка бизнеса и что там большие деньги крутились я так поняла и нужно было человека убрать еще вот это потому что так ну не может так быть попасть в такую страшную аварию и один насмерть прямо а другой ни одной царапинки он прям открыл дверь и вышел и с чемоданом денег вот и вот прошло прошли годы а когда я лежала в больнице я забыла вам сказать стук в окно снова нас перебил телефон простите да извините вот немножко еще расскажу стук в окно так как мы лежали в палате несколько человек бабушки говорят кому-то пришли бы первый этаж но там человек не стукнет тоже был очень высоко первый этаж но он такой этот высокий такой фундамент но обычно человек не достанет постучать в окно и стук знаете когда вот мы приходили друг другу в гости у нас был определенный стук если я нужно я постучу стучу конечно вот когда вот был вот такой стук это значит петя пришел и вы знаете вот такой стук был в окне меня вот я вот как стояла я просто вот села я села у меня мурашки по всему телу да сейчас вспоминаю меня опять мурашки бабушки говорят это что я говорю ничего они что случилось а я разревелась меня все трясет и потом прошло уже время уже врач пришел помощь оказали и уже бабушки все равно бабушки любопытные мы наверно такими же будем и я стала им рассказывать про случай с братом они говорят и гляди как говорит даже гать сюда как тебе пришел и буду заканчивать скажу вам еще что после в это вот учитай вот умер 7 марта на следующий год вот было крещение или рождество я сейчас не хочу врать а раньше сейчас вот эти вот и телефоны значит такие а раньше пищалки были маленькие ноги вот эти да у меня была маленькая такая пищалочка и несмотря на то что брата в живых почти считай год не было до года там оставалось буквально два-три месяца до года и приходит мне ссмс к сестренка с праздником то ли крещение то ли жильество не буду вам врать вот такое вот меня вот я сразу звоню его жене я в римаша говорю слушай говорю а где петина симка на катя уже давно год вытащила ее и за это самое из телефона лежит но она не функционирует уже она заблокирована год прошел а у меня такая смс к пришла вы знаете я ее приехала к ней я не показываю она сама тоже шоке и и страшно я как-то стала так вот тоже другим людям говорить а это что ты как удивляешься как бывает к такое говорит это вот ну как бы знак что ли какой-то я не знаю да а вы напишите кстати у вас может быть тоже такие истории были ранитесь с нами будет очень интересно почему что вот верь не верь вот как это как да и еще можно я вот еще буквально чуточку у меня дочка была беременна и с третьим ребенком она у меня училась в нижегородской академии правовой мы с ней поехали на учебу и ей ночью снится сон петя и говорит святулечка ты как утром поедешь с мамой в нижней ты год обязательно это перестегли маме чтобы она пристегнулась прямо на 100 настой чтобы она не тронулась таком не пристегнется и сама пристегнись я села на камне села на котмам пристигнись я бы почему дочь маму как обычно будет трогается и пристегнется нет сейчас пристегнись мне близнец и детей петя И он просил нас пристегнуться Вы знаете, я Я верю, что вот Потому что если бы, наверное, были мы бы не пристегнуты У меня такой стаж вождения за рулем И именно вот в этот раз Когда вот он настаивал, чтобы мы пристегнулись Был сильный гололед И мы попали колесиком в ямку И как нас начало крутить По трассе Нас вот так вот крутило, вертело И Наверное, вот этот страх ребенка Что не дай бог, что случится Она пыталась меня за руль схватить Я не могла поймать дорогу И мы врезались в бордюр Но мы не вылетели, ничего, все хорошо Потому что мы были пристегнуты, как он сказал Вот мы вышли из машины И, как говорится, остались у живых И вот как не верить Вот этим знаком, да Ведь что-то они обозначают Неспроста же они, например Или вот сплю Маме вчера было плохо Чуть не ушла в кому Упал сахар до такой степени Ночью сплю и слышу ее крик Естественно, я уже вот Соскакиваю Прибегаю к ней Она просто спит А у меня уже вот до такой степени Что уже вот Да Ну, наверное, тоже опять свыше что-то Чтобы проверить Потому что все-таки было ей плохо Да Ну, когда Вот седьмого С Петей так случилось А я готовилась К восьмому марту У нее же день рождения День рождения Чтобы пригласить И Маша мне Не Зинуля Она рассказывала вам Что она сразу бежала Все На встречу туда А Маша быстренько обзванивала И вот она мне позвонила Я вот, помню, за барной стойкой стою И не знаю даже, куда двигаться От этого шока Я говорю Да ты что? Да не может быть И все Она, да-да, Лена Да, вот так До сих пор у всех ощущение Что он рядом с нами Что он где-то здесь Да, родных мы всегда чувствуем Он не ехал просто Но он Он рядом Да Ну что ж, дорогие друзья Я Смотрю, время у нас Слишком Задержалось Простите Но Я думаю, что вам Как-то было с нами тепло и уютно Обязательно Еще будем общаться с вами За обедом Еще пообщаемся Вы пишите Нравятся ли вам такие беседы Да Обычно У многих мукбанг Да Что такое мукбанг Мы уже ознакомились хорошо Поверьте мне Да Это когда кушают И ничего не говорят Да Это из Кореи Корейцы Да-да-да Вот Но у нас в общении Получается с вами Ну и, конечно же, мы И выпили по чашечке кофе Дорогие друзья На этом мы будем прощаться Спасибо вам, что зашли к нам в гости Спасибо, что разделили сегодняшнее утро За чаепитием Снова поздравим вас еще раз С праздником Мы очень рады, что вы с нами Спасибо Вот я лично Вы мои друзья Мои тоже уже Да Да И я так благодарна, что вы поддерживаете Что смотрите меня Вот Пишите, что бы вам еще хотелось бы услышать от нас Вот в мукбанге Что бы там рассказать можно было, да Ну, конечно, по мере того, что сможем Потому что не все же мы можем рассказать Правда? Ровно как и вы, дорогие друзья Всех благ вам, мира, любви, счастья, добра Вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены И у моей подружки Зинули Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok